Друзья, это видео о животном птице Сапсан. Сапсан – это хищная птица с самой высокой скоростью полета на планете. Сапсан и семейство соколиных является родственником кречетов и вместе с ними делит славу самых быстрых птиц из всех живых существ, населяющих нашу планету. Это пернатые средние венчаны, но из членов своего семейства Сапсаны, пожалуй, могут считаться достаточно крупными птицами. Эти чемпионы небес размером сравнимы с серой вороной, весят около килограмма или чуть менее, самцы – до полутора килограмм и в длину достигают от 35 до 40 сантиметров, но часто бывают и больше, приближаясь к полуметрам. Как можно заметить, на фото птицы Сапсан тело этих пернатых красавцев создано для стремительного движения, имеет обтекаемую форму, крылья большие с заостренными концами, грудь хорошо развитая и мускулистая, хвост не очень длинный, закругленный на конце. Все эти характерные черты строения, дарованные природой, помогают развивать Сапсану скорость полета птицы, которой нет равных среди разнообразных летающих, бегающих, ползающих существ, обитающих на планете Земля. Глаза этого стремительного создания выпуклые, большие, клюв с серпообразной, прочной, но не длинной, с крючком на конце. Продолжая описание птицы Сапсан, невозможно не упомянуть его длинные, стройные, сильные ноги с мощными и острыми когтями. Верхняя часть оперения грифельно-серая, ниже, как правило, белых или светлых оттенков, с рыжеватым оттенком и черно-очерченным ястребинным рисунком на животе. В боках и нижней части хвоста поперечные пестрины черного и не бурого цвета. У молодых птиц контрасты в оперении выражены менее заметно, клюв из лап и Сапсанов желтый, голос громкий и пронзительный. Таких пернатых можно встретить на многих континентах нашей планеты. Сапсан – птица, распространенная в Европе, Африке и Америке, а также на Тихоокеанских островах и на Мадагаскаре. Пернатые предпочитают открытые местности, поэтому водятся в саванне, степях и тундре, обживая также скалистые берега морских побережьей. Лесных пассивов не жалуют, но охотно селятся в маленьких и больших городах, обживая территории, застроенные небоскребами, а также небольшие поселения и маленькие соборы. Соколы-сапсаны, живущие в тропиках на территории южных областей, насиженных мест в зависимости от сезона, обычно не покидают. Необитающие в северных широтах зимой перекочевывают в более теплые места. В воздухе сапсан держится с необыкновенной легкостью, работая крыльями с большой частотой, без особого труда догоняя и настигая других птиц. Скорость сапсана при обычном движении по горизонтали составляет до 110 км в час. Но это не рекорд для таких пернатых. Особенными мастерами птицы оказываются, совершая крутое пике. И в такие моменты осуществляют движение со скоростью до 300 км в час, что и подвергает втрепет и восхищение возможных зрителей, давая основание признать сапсана самой быстрой птицей из созданий нашего мира. Врагов у этих пернатых в природе достаточно, но настоящую опасность для них могут представлять лишь хищники гораздо крупнее их. Но сапсаны, энергичные и смелые птицы, вполне способны активно защищаться, успешно атакуя своих обидчиков. Человек для сапсанов всегда представлял угрозу, но и наоборот, часто пытался использовать блестящие качества этих смелых, быстрых, ловких летунов в своих интересах, приручая и делая из них ловчих птиц. Так издревле поступали короли, могущественные султаны и знатные князья в далеком Средневековье. И таким образом охотились на гусей, уток, цапель, голубей и прочую птицу. Купить сапсана можно и в наше время, ведь разведением пернатых охотников, специализированных питомникам, занимаются и по сей день. А эти представители соколиного рода продолжают служить роду людскому, который находит им все новые применения. К примеру, в современных аэропортах часто используют соколов для отпугивания окрестной стаи птиц. Цена сапсанов зависит от возраста особи, а также от ее внешних и охотничьих качеств и составляет на сегодняшний день приблизительно 25 тысяч рублей. Сапсана – это хищная птица, обладающая острыми, словно резаками, когтями на лапах. Ими она наносит своим жертвам смертельные удары, нападая с высоты небес на большой скорости. Его жертвами обычно становятся не очень крупные животные, в основном мелкие грузуны. Охотятся сапсаны и на крылатых существ, как правило, среди размеров, таких как чайки, голуби. А в период выращивания детенышей, которые приходится вскармливать подходящей добычей, пострадать от этих хищников могут и совсем мелкие птицы, к примеру, воробьи. Но сапсаны в состоянии сразиться и одержать победу со значительными противниками. Часто их ужином становятся утки, гуси и цапли. Поскольку двигаются сапсаны в пике гораздо быстрее, чем летая по горизонтали, эти птицы имеют соответствующий стиль охоты. Они предпочитают догонять движущиеся объекты, а выслеживают своих жертв из удобных укрытий, совершенно сухого дерева, или терпеливо дожидаясь в расщельных скал, а затем внезапным рывком бросаются на них и, настигая, атакуют. Взлетая в воздух, они складывают крылья и вслед за этим стремительным пикируют к выбранному месту, умерщвляя жертву одним ударом клюва. В обычное время, привыкшие жить в одиночестве, в брачные гнездовые периоды сапсаны образуют пары. Это моногамные птицы, сокращивающие свои привязанности до самой смерти. А браки сапсанов заключаются в прямом смысле на небесах, то есть в полете. Совершая акробатические фигуры в воздухе, самец передает своей избраннице добычу на лету. В том и заключается суть ритуала. Супружеские пары сапсанов занимают определенные участки и бдительно их охраняют, прогоняя оттуда как своих сородичей, так и против птиц. Иногда воюют за свои права даже с крупными пернатами, воронами и орлами. Территории, занимаемые сапсанами для строительства гнез и выращивания потомства, очень обширные, составляют площадь в отдельных случаях до 10 квадратных километров. Но с другой стороны, любопытно, что те эспернаты, которые в обычных условиях являются желанной добычей для сапсанов, козарки, лебеди и гуси, вблизи их гнездобий чувствуют себя защищенными и безопасностью, потому как все птицы и соколов сапсаны не имеют привычки охотиться на своей территории. А прочие пернатые хищники также не представляют опасности для своих потенциальных жертв, так как бдительные стражи прогоняют своих конкурентов. Большие мастера в полетах сапсаны отнюдь не являются талантливыми строителями гнезд. Свои постройки они обделывают, используя они многочисленные веточки и усилая их перьями, поэтому сапсаны часто облюбывают гнезда более умелых птиц, к примеру, ворон, бесцеремонно выгоняя из своего жилища хлопотливых хозяев. Сапсаны предпочитают для места обоснования возвышенности, в качестве которых используют не только скалы, но и высотные здания, построенные людьми. И если уж однажды выбрали место, то могут оставаться там не только долгие годы и всю жизнь, но и передавать их своим потомкам. Также имеются у этих предусмотрительных птиц и запасные места в гнездовье, которые часто находятся и на равнинных территориях, и могут даже представлять из себя нехитрые укрытия, к примеру, небольшие углубления в земле. В конце весны в свои гнезда сапсаны мамы обычно откладывают, а потом высиживают в течение последующих пяти недель около трех штук яиц, которые имеют ярко-каштановый цвет. Вылупившиеся вскоре пушистые птенцы замерзают и жмутся к матери. Отец добывает пропитание для всего семейства. Он же защищает от врагов, представляющих для птенцов большую опасность. Ими могут оказаться как крупные птицы, так и наземные хищники. Для маленьких детенышей родители разрывают пищу на мизерные кусочки, представляющие себя мясные волокна, приучая птенцов к добыче хищных птиц. Через месяц новоиспеченные сапсаны покрываются перьями и пробуют летать, и вскоре уже начинают обучаться охотничьим премудростям. Далее они, как водится, вступают в самостоятельную жизнь, а к двум-трем годам уже создают собственные пары. Живут сапсаны около четверти века. Сапсан внесен в Красную книгу России. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!